Но совершенно неожиданным и катастрофичным для Зиновьева и Каменева был переход на сторону Сталина главнейшей организации, Московской. В основе этого перехода лежала хитро и заблаговременно подготовленная Сталином измена у Гланова. Я рассказал уже как в конце 1923 года, когда разразилась правая оппозиция, Политбюро было недовольно секретарем Московского комитета партии Зеленским. Летом 1924 года Тройка, еще действуя в согласии, перевела его в первом секретарем Среднеазиатского бюро ЦК. Все члены Тройки были согласны, что для Москвы он слишком слаб. Но кого посадить на Москву? Важнейшую организацию партии? Каменев, как всегда мало заинтересованный в этих организационных вопросах, предоставил инициативу Зиновьеву.